Сберегаемо спокойно. Садофитон. Заспокийливый засип. Владимир Зеленский результаты именно саммита НАТО оценил как хорошие, но не идеальные. И вот правильно ли я понимаю, что просто дипломатический этикет не позволил ему сказать то, что он на самом деле об этом думает? Ну, вчера он говорил об этом довольно резко. И как нам сообщают источники американской делегации, там в свою очередь это вызвала ярость, такая критика Зеленского. Ну, понимаете, в чем дело? Вот я испытывал примерно такие же чувства, как и ваш президент, и вы, и все украинцы, видимо. Вот до саммита как-то было ясно, что нам ожидать. И это достаточно честно формулировал, и мы это принимали, генсек Столбакова, что в Украине будет принята в НАТО после победы, не раньше, но потому что принятие ее сейчас автоматически означает, что пятая статья НАТО распространяется на Украине, и солдаты Америки, и там Германии, и всех стран должны приезжать в Украину, и там бок о бок рядом с украинскими солдатами сражаться и умирать. Но мы понимали с самого начала, что к этому Запад не готов, и это от него не требовалось. Так вот, Столбакова уберял нас, в общем-то, в основном эта формула была реализована, что да, Украина может быть принята в НАТО только после победы, но для того, чтобы ускорить эту победу, мы максимально увеличим поставки вооружения, и в том числе дадим Украине специальный статус, аналогичный статусу, который обладает Израиль по отношению с Соединенным Штатом, и поддерживать технологический уровень вооружения Израиля на том уровне, что он сам мог отразить агрессию. Ну и вот, если бы это все прозвучало именно так в декларации НАТО, то я думаю, что вот это было бы воспринято как нормальный результат Украины. Но там они всунули, вот в последнее это же все дедушка Байден что-то сорвался, какую-то ему шпаргалку подсовывать начали на прошлой неделе, и он начал другую причину, уже дискредитированную причину, которая повторяет ТООЖ, которую Запад повторяет 20 лет. Вот это же Столбакова сейчас, они начали откровенно говорить, что мы не принимаем, потому что мы не хотим воевать с Россией. Это понятно, эта причина понятна. Но они же 20 лет говорили, что мы не принимаем, потому что Украина, где не отвечает каким-то высочайшим критериям НАТО, она должна пройти сначала предварительный этап, там вот это мэмбээкшн, мэмэээпээпшн, вылетелось с головы, это даже название, это предварительного, приготовительного класса. План действий касательно членства ПДЧ? Да, ПДЧ, да, спасибо. Вот, так это даже, даже всунули вот в декларацию НАТОвскую, там все правильно сказано, осуждение российской агрессии, будем поддерживать до конца. Но опять, и вот эта та ужасная формула, которая испортила просто одно слово, когда Столбакова тоже столб, он вынужден был процитировать, вот это привело в шок, видимо, всю Украину. Вчера на пресс-конференцию сказал, что Украина будет принята, когда все согласятся, и conditions will be met. Вот это conditions will be met. Но это оскорбительно для страны, которая потеряла уже десятки тысяч своих воинов, защищая Запад, защищая вот те самые ценности, идеалы Запада, для защиты которой было 70 лет назад сформировано НАТО. И в чем задача была НАТО? Защитить Западную Европу, защитить свободный мир от нашествия российских орд с Востока, коммунистических или фашистских, как сейчас, это не имеет значения. Так за все эти 70 лет, эта задача единственный раз сейчас выполняется украинская армия. И кроме этого, все прекрасно помнят, с чего начиналась эта война. С ультиматума Путина не Украине, а НАТО. Собирайте им АНАТО и убирайтесь вон. Вот был план войны НАТО, которую он и не скрывал, в частности, вот на своей пресс-конференции с Макроном, после встречи с Макроном, 8 февраля он сказал, да, мы понимаем, что мы вступаем НАТО на конвенциональном уровне, но у нас там есть какое-то, знает какое, аналогов нет в мире ядерное оружие, у нас есть политическая воля, и они содрогнутся от нашей мощи. Если, а как он предупреждал 24 февраля, а если кто-то посмеет вмешаться на нашем пути уничтожения Украины, то их ждут такие катастрофы, когда не было в их истории. Вот что угрожало НАТО. И поверьте, если бы прогнозы, прогнозы американской разведки оправдались, и Киев пал в 7 дней, и Путин встал бы в ориоле победы, помахивая своей ядерной елдой на границе Балтии и Польши, и повторил бы, собирайте манатки убирайте, или я использую ядерное оружие, то я боюсь, что там, не боюсь, а точно знаю, что ядерный Запад поддался, тот Запад, который был полтора года, поддался бы этому ядерному шантажу. Украина вернула, и к нему какую-то уверенность в себе, ее героическое сопротивление, героическая победа. Вот эту мировую войну, которую Путин объявил всему Западу, Украина уже одна за этот Запад выиграла. И после этого, говорите о каких-то кондишнс, которые будут... Мэтт, вот сегодня этот гаденыш Салливан, вы видели, наверное, все украинцы... Да-да, Андрей Андреевич, я об этом хотел попросить вас пояснить. Вот когда спрашивали Белый дом, почему же все-таки нет Украине хотя бы вот этого приглашения символического, то сначала господин Кирби, а потом господин Салливан начали говорить о том, что, мол, если сейчас Украину пригласить в НАТО, то, мол, тогда НАТО будет воевать с Россией. Но, опять же, сто раз проговорено и со стороны официального Киева также о том, что, конечно же, мы понимаем, что вступление возможно только после завершения этой войны. Так вот, где логика в словах Салливана перед этим Кирби? Если мы вступим после завершения этой войны, то о какой войне с Россией может идти речь? Нет, они объясняли, как бы, почему сегодня не вступает, нельзя принимать Украину в НАТО. Ну и еще раз повторяю, это понятно было украинцам с самого начала. Это не очень хороший для нас нос. Но понятно, что сражаться нам придется одним. Тем более, мы ожидали от американцев, что это будет компенсировано, и до сих, и сейчас ожидаем, компенсировано масштабной военной помощи. Ну вот, оскорбительно, вот это было упорное напоминание о каких-то условиях, которые Украина, что-то там не выполняет, какие-то критерии демократии, гражданского контроля над военными, еще что-то. Кстати, когда тому же Селиван задавали вопрос американские журналисты на пресс-конференции, ну что вы имеете, каких кондишенс должны быть? Он запутался и не мог не назвать ни одного вопроса. Ну и они стеснялись, 20 лет стеснялись сказать, что Украину они не принимают, потому что они боятся воевать с русскими. Ну боятся, все, принято это Украине. Но почему же вот это добавлять еще оскорбляющие украинцев ложь, что Украина не выполняет каких-то высочайших критерий. Вот это вызвало, конечно, напряжение и раздражение взаимное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok